Лента Мёберус. Получается, я специально не стирал вот эти прямые, когда вы делаете следующую штуку. Вот вы взяли прямую ленту, вы взяли вот это расстояние, замечательно. А вот дальше вы будете брать параллельный перенос, как для цвета. Вы возьмёте скользящую землю. Что это значит? Это значит, что если у меня есть вот эта вот точка, вот эта точка К, то вы её склеите вот с этой точкой. Вот эту точку, точку Э, вы склеите, вообще, вот эту точку, точку Э, вы склеите с этой точкой. Весь вот этот луч, вы склеите с этой точкой. Теперь давайте догадываемся, эту точку D, вы куда приклеите? Сюда. Господа, множество точек листа L волоса только концы склеим при помощи скользящей симметрии. Напомню, что такое скользящая симметрия. Если у вас есть любая умная и вектор вдоль нее, то скользящая симметрия устроена в следующий вопрос. Берете точку A, применяете обычную симметрику и сдвигаете на расстояние L. Вот та точка, которая получилась и называется образ точки беспредельщики. Дальше вы можете ее опять отразить, опять сдвинуть, получится оба точка. Вы можете здесь, конечно, сдвинуть, отразить, получится еще какая-то точка. И так далее, и так далее. Вот эти точки считаем эквивалентными. Записать расстояние между точками на ленте Бербиуса, между прочим, сложнее немножко. Потому что если координаты писать, то вам придется учитывать, что когда вы делаете нечетное количество раз скользящую симметрию, у вас будет несимметрия. когда вы делаете четное количество раз. Ну, давайте я сейчас поспешу. Вот представьте себе, что у вас есть какая-то точка X первая или Y первая, и у вас есть точка X вторая или вторая. Только сейчас я уже не могу поставить значочек над одной переменной. Здесь вся точка подвергается на самом деле. И так, что же это будет такое? Это будет минимум из вот каких штук. Минимум берется по всем целым числам. Корень квадратный. Надо взять X один. Это понятно. А вот дальше нельзя вычитать X вторую. Потому что вы должны понимать, что X второе на самом деле могли еще сдвинуть. Могли еще сдвинуть на несколько раз. Поэтому надо писать еще минус Nd в квадрате. А здесь надо из Y первого вычитать. Вот это форма универна. А что надо на самом деле вычитать? Y второе умноженное на минус один в степени N. Объясняю почему. Потому что каждый раз вы имеете знак нашего этого самого второго. Идея варианты? Между прочим, Эксплориуса обладает замечательным свойством. У него нет край. Вот у того, который получается из полоски, когда вы спреете, там есть край. Такая видимость наше звучание. Фактически, патологичная так, мужесть. Есть такая видимость. А вот у этого нет, потому что вы взяли всю плоскость и ее реализовали по действию скользящихся метров. Одно из скользящихся метров. Что бывает, когда идешь по листу мёберуса и подходишь к той же самой точке, но... есть лист, у которого склеен, смотрите, кто? У которого вдоль этой прямой, да? Там у меня точка обращалась, точка N. Вот эта вот та самая прямая. Вот это тот самый ответ за метр. Отлично. Представьте себе, что я иду по этой самой поверхности. И у меня есть вращение. Ну, я не знаю, как это рисовать. У меня есть представление о том, что такое вращаться... Понимаете? Что такое вращаться по часовой стрелке. Ребята, давайте нарисуем, что произойдет, когда эта штука почти дойдет сюда. Здесь идет... Помните, куда вот эта точка приклеилась? Помните? Она приклеилась вот сюда. А куда вот эта точка приклеилась? Получится вращение в другую сторону. Нет, ну надо понять, надо, чтобы все ходили на настоящее. Смотрите. Возьмем некую точку между A и N. Я шел, и вращение было очень сложно сделать. Шел. Шел. Дошел. Так, здесь я это могу на самом деле показать. Это все нормально. Это на плоскости. А вот теперь надо представить себе, что... не знаю. Понимаете? При осевой симметрии есть в виде назад. А это вращение против часовой стрелки. Ребята, на самом деле это был момент абсолютно принципиальный. Потому что уже выяснилось, что понятие вращаться по часовой стрелке на ленте необируса отсутствует. Можно совершить рассветное путешествие, поменяв местами лево и право. Ставьте себе, если бы так было в нашем мире. Это было бы на самом деле потрясающе. Смотрите. Вот я стою перед вами. Я более-менее симметрично. Согласны? А теперь представьте себе, что у меня там на самом деле органы расположены внутренне симметрично. Но каждый, кто когда-нибудь видел Анатольевич Театлос, знает, что на самом деле сердце одно. Правда? Сердце одно. В половине легкого, их две, они более-менее симметрично расположены. А сердце одно. И оно расположено чуть-чуть левее. Правда? Замечательно. А вот дальше, представьте себе, я прошел вокруг освета путешествий, и внутри меня они бы повинялись. В общем, что интересно, я ни в какой момент времени никакой боли не испытал. Ничего не происходит плохого. Я просто пропутешествовал, ну не так, на самолете, на корабле, на черепахе, на чем-то. Я пропутешествовал, прошел вот эту вот петлю, вот это одна и даже точка. Я прошел из точки себя. И при этом не поменяли арендацию. Не поменяли правое и левое. В нашем мире еще такого нет. Вообще-то, ни с чего не следует, что такое невозможно. А почему? Вдруг так склеено пространство? Ну я в это не верю, конечно, но мало ли, во что я не верю. Вот, что мы проходим, и поменялась там ориентация. Спасибо. Спасибо.